Чуть менее года назад именно здесь я записал свое первое в истории видео для YouTube, для Telegram канала Теннисный рай. И именно здесь я хотел бы поставить точку. Точку в первом этапе, в первой главе, в первой части жизни вот этого нового проекта Теннисный рай. Нового не только потому, что ему всего лишь год, а потому что он во многом уникальный. Уникальный это не всегда какой-то такой супер гениальный, классный и какой-то еще супер-супер-супер какой-то. Но сомнений в том, что он уникальный у меня нет. И это не мое личное, мое сугубо личное мнение, а это мнение многих людей. Сегодня я в первую очередь, конечно, собрал вас для того, чтобы поделиться планами на будущее. Но перед тем, как заглянуть в будущее, мне бы хотелось сначала остановиться и сделать реверанс в сторону того, что уже произошло. За этот год было очень много положительных эмоций, были и отрицательные. Я не могу сказать, что их было очень мало, но соотношение вот именно плюсов и минусов, оно совершенно однозначное. И оно в сторону плюсов. Об этом, конечно, хочу сказать, может быть, даже не несколько слов, а прилично. Естественно, естественно, что когда ты начинаешь что-то новое, начинаешь что-то, в том числе и для себя, совершенно непонятное, во многом непонятное, то у тебя происходят те самые новые знакомства, новые иллюзии, новое общение, новое, 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 новое. И вот сейчас мой акцент на тех людях, с которыми я познакомился за вот этот 21-й год и за концовочку 20-го. Да, я достаточно много и часто критикую теннисных комментаторов. Все это так. И критикую я их по делу. Возможно, форма критики могла бы быть чуть мягче, но я говорю и говорил и буду говорить именно так, как я думаю. Вот, поэтому тут уж ничего не поделаешь. Но при всем при этом, я всегда обращал внимание на то, что в комментаторском цеху есть и очень достойные представители. И вот практически со всеми достойными я имел честь познакомиться в 21-м году. Я сейчас буквально даже загибая пальцы буду называть эти имена и фамилии, которые, в моем понимании, это очень классные, очень крутые специалисты в области тенниса. И, конечно же, я не хочу бросаться такими фразами, что вот они теперь все мои друзья. Друзья – это очень такое тонкое, да, с одной стороны, определение. С другой стороны, друзья – это вот так. Поэтому я так скажу, что мне бы очень хотелось, чтобы они были именно моими друзьями. Пока я их могу назвать очень добрыми знакомыми, приятелями. И, в общем, это будет, наверное, объективно. Софья Авакова, Роман Комин, Алексей Михайлов, Вадим Кольцов, Илья Рывлин – это люди, которые в теннисе давно. Это люди, которые в теннисе реально понимают. Это люди, которые теннис любят. И мои посылы, когда я говорю о том, что у нас в стране теннис никто не любит, никто не смотрит, никто ничего. Это, естественно, я преувеличиваю. Но если брать масштаб страны, то преувеличиваю совсем немного. Но вот это те люди, это те знакомства, это те встречи с людьми, с теми, которых я перечислил. Ну, которые останутся в памяти на всю жизнь. И, слава богу, что это не единичный такой момент, когда мы один раз в жизни увиделись и разошлись, как море кораблей. Вот это очень важный момент. Конечно же, и со своими, так скажем, врагами я бы не отказался встретиться, но у них кишка танка. Поэтому здесь пока созрева нет. А вот. То есть, вот, понимаете, казалось бы, вся эта вот корпоративная этика, вот это вот все такое вот что ли братство. Но люди, которые реально понимают суть проблемы, суть претензий, суть в целом такого вот этого вектора, который я дал в этом году, они адекватно воспринимают человека, в данном случае меня, и нет никаких проблем. Вот. Вот. Поэтому вот им огромный респект, и в дальнейшем я надеюсь на и общение, и, возможно, какие-либо совместные истории, планы и так далее. За этот год я побывал во многих интересных местах по России, я имею в виду, по российским различным областям, городам. Да, я поездил и тоже, в общем, я могу сказать, получил неизгладимое впечатление и от того, что увидел, в принципе, и от, опять же, тех людей, с которыми общался. Я был в Калининграде, я был в Смоленске, я был в Казани. Я планировал съездить в Рязань, довольно известную, можно сказать, знаменитую Академию Николая Озерова. Но вот, в отличие от всех остальных мест и от тех путешествий, которые мне удались, в Рязани мне, в общем, в какой-то момент просто, как бы, так, хоп, сказали, молча причем. Чао, чувачок. Просто исчезли и все. Ну, люди разные бывают, в общем, это было довольно странно. Не думаю я, что к ним целая очередь выстроилась из желающих рассказать об Академии, показать то, как все это происходит. В общем, это было странно. Но это я как раз даю вам примеры не только каких-то положительных историй, но и отрицательных, потому как, конечно, мне было очень это неприятно. Но это такой момент, в общем, я на это обращаю внимание только на протяжении, там, суток, может быть, да, потом я об этом забываю, и меня это не беспокоит. Конечно же, очень-очень хочется двигаться вперед не только вот в таком-таком абстрактном смысле. Хочется расширять границы как то своей аудитории, так и границы в буквальном смысле. Хочется посещать все новые и новые места. И вот этот первый этап, первая глава, которую я сегодня завершаю, я ее воспринимаю как предматчевую разминку. Сейчас предматчевая разминка длится 4 минуты. Недавно была еще 5 минут, да? Если в масштабе 4 минуты за год, то, сами понимаете, что впереди по планам, идеям и энтузиазму, в общем, очень-очень много времени. Его главное не потерять. И, конечно, над этим нужно работать. И порой реально ты чувствуешь, как это время уходит, 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 когда, в общем, можно было бы уже что-то еще сделать. Еще, 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 еще. Вот. Ну, буду стараться. В конце концов, на данном этапе я один. И все, что могу, все то делаю. Так я это все к чему? К тому, что вторую главу, второй период, второй тайм, второй сет, как угодно это можно сказать, я начинаю для себя абсолютно грандиозного и невероятного путешествия. Я совсем скоро отправляюсь в Караганду. На две недели, на два подряд женских турнира категории ITF-25. 25 тысяч, 25 тысячники. В общем, я думаю, что понятно, что это такое. Вот. Это первая поездка теннисного рая за границу России. Надеюсь, что не последняя. Это действительно такая, знаете, что ли, мечта оказаться в Казахстане, которая со мной уже больше 10 лет. Не буду рассказывать какие-то подробности, это не так важно сейчас, но я действительно очень давно хотел оказаться там. И вот если не возникнет какого-то форс-мажора, как вот, например, когда в Казани я летел, да, я чудом улетел, потому что мог опоздать на самолет. Вот. Если вот что-то такого не произойдет, то уже совсем скоро я буду там. И я постараюсь показать вам с такого угла все. То, что будет происходить на этих турнирах, с которого, ну уж в российских реалиях вы точно этого еще не видели. Да, я не знаю, как там будет с интернетом, то бишь, как там будет с возможностью оперативно выкладывать видео. Но в моих планах эти видео выкладывать ежедневно, собственно, как я это делал и в Смоленске, и в Казани. Вот. Это совершенно однозначно. Различные форматы, но обязательно с присутствием участников. Либо это игроки, либо это тренеры, либо это организаторы турнира, либо это спонсоры, либо это, грубо говоря, родители теннисные. Ну, то есть обязательно в кадре будут люди, имеющие непосредственное отношение к этому турниру. Соло не будет. Может быть, только по приезду такое приветствие, но не более. Обязательно наличие, так скажем, настоящих, интересных людей, а не меня. Вот. И что еще довольно символично, я не могу этого не отметить, потому что такие нюансы лично мне бросаются в глаза всегда. Я уезжаю вот на такую, что ли, я даже не знаю, как сказать, для меня это какое-то невероятное путешествие. В общем, вот в эту сумасшедшую историю, в хорошем смысле, я уезжаю, вот что символично, именно на те две недели, когда в России будут проходить теннисные турниры максимально высоких категорий для нашей страны. Впервые в своей сознательной жизни я не посмотрю ни одного матча с Кубка Кремля и ни одного матча из Санкт-Петербурга. Это в отчасти стресс, можно даже так сказать, потому как, ну, это традиция, особенно Кубок Кремля, это традиция уже десятилетиями. Вот, благо теперь возможностей посмотреть турнир гораздо больше, чем было когда-то. Вот, то есть всегда я смотрел этот турнир по полной программе, на квалификацию, всегда практически ходил. Вот, и это стресс. Есть, есть такое, потому что ты, по сути, вот кто, который мечтает о том, чтобы теннис в России перестал падать, короче говоря, в плане популярности, перестал становиться все менее и менее интересным для телевизора, да, для радио, там, для компьютера, то есть я имею в виду, ну, для средств массовой информации разного типа. Вот, мечта о том, чтобы теннис становился более популярным, и все те попытки, которые предприняты уже мной, будут предприняты, все это ради того, чтобы теннис в России как минимум догнал биатлон. Ну, наверное, это будет максимально понятно. Вот такое сравнение. Ну, вот, я, получается, вот уезжаю именно в этот момент. Наверное, если бы была хотя бы минимальная заинтересованность хоть кого-то из тех, кто касается наших турниров, в том, чтобы давать возможность не только условному, там, матчу, чемпионату и другим, самым-самым крупным СМИ как-то быть, вот, что ли, внутри этого турнира, наверное, конечно, я бы в этой ситуации отложил поездку в Казахстан и ее бы перенес на какую-то другую дату, естественно, подобрав, опять же, какую-то серию турниров хотя бы, чтобы на две недели съездить. Но, к сожалению, вот здесь я действительно могу сказать, что, к сожалению, вот на сегодняшний день в России как-то, ну, все, всем пофиг. Вот реально пофиг. Как идет, так идет. Как показывает из года в год матч, хоть Питер, хоть Москву, первый запуск и дальше уходит на кино, спецрепортажи и все остальное, так и будет показывать. Как нету никакой раскрутки турниров, так и нет. Как не было вот этого вот желания и посыла поспособствовать энтузиазму отдельно взятого человека или нескольких людей, так и нет. Я надеюсь, что эта ситуация изменится. И ни в коем случае это не претензия, это просто констатация. Мне требовать от кого-либо чего-либо на данном этапе, во всяком случае, смешно. И я благодарен всегда тем, кто идет навстречу. Вот. Но вот этот символизм, он у меня, естественно, вот в голове и перед глазами есть. Уезжаю в Казахстан как раз на вот это время. Знаете, наверное, все. Наверное, все. Я вот эту самую точку в первом этапе теннисного рая поставил. Я очень надеюсь, что аудитория наша, она будет менее пассивной, нежели за этот год. Я на это очень надеюсь, потому как в целом, если мне не нравится, что такой вот горячий интерес относительно тенниса на территории теннисного рая, хоть в Ютубе, хоть в Телеграм, вот этот горячий интерес связан исключительно с составками, с прогнозами и вот со всеми этими делами, которые, в общем-то, только так опосредованно касаются тенниса. Я надеюсь, что постепенно, со временем, все это изменится в лучшую сторону. Но, естественно, никому ничего навязывать я не буду, как минимум, потому что это абсолютно бесполезно. В общем, мы, я надеюсь, с вами увидимся довольно скоро. Я вам буду передавать большие приветы уже из Караганды. Ну, надеюсь, что вам понравится. Надеюсь, что вы оцените. Оцените не в моральном даже каком-то или материальном плане, а просто оцените вот таким щелчком, оп, а ведь вот так вот. Короче, все, на этом я с вами прощаюсь и до скорой встречи.